всем привет вы слышите алексея халецкого и я продолжаю проходить the outer world затянула меня игра я думаю что и вам тоже интересно смотреть надо тут оставшиеся побочные квесты до проходить если вы не сначала видите случайно отклюсь на эту серию то перейдите к первой серии ссылка про появляется в правом верхнем углу так меня до книжки найти и вот это все машина стране еще надо понять где такой квест идет так ладно пока мы вот сюда вперед побежим справочник в картинках достали надо достать книгу викарию из города и расправился уже с ним не писали в комментариях опять же по поводу урона оружия мол вот ты выбираешь снаряжение типа пользуешься вот а да по поводу урона вот ничего максим пушкин написал в комментариях что вот это синим написан просто электрический урон белым физический урон а красным плазменный урон ну или как как его как как он еще тут называется то есть это три разных урона просто типа вот тут 429 урона в секунду здесь 67 урона в секунду 173 а тут 143 я вот пользуюсь оружием вверх которые меньше урона наносит но тут надо понимать что это все-таки ролевая игра так где-то с персонаж и извините у меня длинноствольное оружие с ракет использование более того и критический урона длинноствольного плюс 50 процентов уже а легкое и тяжелое оружие 25 я уже молчу про ближнего боя которая 0 и 6 вообще давайте смотреть у меня снаряжение вот но это понятно что плазменный рузак 1 1 ручная ближнего боя то есть там сколько 0 или 6 способностью себя им буду хреново пользоваться это тяжелое оружие и это тяжелое а вот здесь а это длинноствольное то есть я пользуюсь длинноствольным просто потому что она у меня лучше всего прокачана вот и все вот еще есть длинноствольное может быть на него заменить то тут 67 всего урона и прокачанная винтовка с двумя этими а тут 71 все это разница это легкое оружие общем не прокачана вот еще длинноствольное но это штурмовая винтовка не знаю как из нее будет тяжело далеко стрелять хотя вот она покруче наверное тоже пятый уровень охотничья винтовка все-таки охотничья винтовка блин а тут давайте сравним действительно левой кнопкой специальный эффект ошеломления но без модификаций еще и вот лучше все еще в ролевых играх сравнивать по цене то есть вот тут цена продажи 38 у новой винтовки то видимо она все-таки покруче будет возможно имеет смысл заменить у этой 44 длинноствольные модификации ракет давайте попробуем вот это плазменную винтовку поставим просто интересно так меняем пока оружие можно было заменить вот так поставим у нас энергетически 690 прямо если что я ведь и им тут модификации никаких не стоит нету я тут верстака какого-нибудь рядом клинок охраны покруче опять же надо еще понимать какой урон кому наносится эти в кодексе посмотрим нету нету тут вот очень жалко что нету сообщений о соперниках слабые места и выстрелы в голову всех врагов имеется слабое место удар по которому больше урон случае с людьми это попадание в голову а экзотических животных или автоматонов слабое место может располагаться иначе но вот и вот где это написано как это выяснить это к сожалению нигде не указано в игре задание кодекс тут ничего нового нету персонаж навыки сводка скорость стрельбы пригнувшись репутация она поехали пока так сейчас возьмем винтов уме интересно посмотреть некоторые гранатическое оружие можно зарядить что произвести более мощную атаку а вот как она заряжается вот как мощная атака работает этих я всех обобрал ну тут по идее должно быть зачищена уже мною ничего нет уже а вот где книга так стоп осушит пещера как и не догадался в нее так давайте присядем явно кто-то будет речное убежище нашел так это по-моему мины стоят фиолетовые то есть никак их обезвредить я не могу понял вообще странно конечно я по идее прокачаны что никого тут не будет не проверить мою новую пушку какое-то пиво га я просто на x нажимать и быстрее буду стоять чуть никого нету отлично так перевес у меня ой надо оружие поразбирать так пока эту винтовку оставлю это пока все оставлю так можно 99 4 не буду пока ремонт так вот можно еще дальше пройти я так понимаю я тут тоже вход с другой стороны есть так что в дневнике правочник в кодексе что-то новое вообще не отмечены где новое блин а оружие с накоплением заряда да так ладно хочу тут не сысы какие враги где враги о еще не всех поубивал еще за фигня кто это тут ага ух ты ваншот что ли ну ка накапливаем стреляем убегаем в пещеру блин промазал нет только не камень да энергетическим конечно против этих ребят приятно драться шкуру собрали а где-то который закопался тут куда-то мозг еще ну ка ой ой ух ты сразу в двоих попал вы видели что энергетическими начинает постоянная травма наступательные навыки минус 20 процентов нет нет это я пожалуй не буду брать наступательные навыки минус 20 процентов из-за многочисленных травм рук вы больше не можете или сделать сложнее или делать себя сложнее раз я постоянно вот получаю урон ладно давайте давайте что уж тут так еще я хотел вероятность нет это не надо износ оружия брони вот это я хотел взять все второй ранг открылся наконец-то надоело что он так быстро изнашивается так уже уже не так быстро пошли посмотрим что там наверху вообще было чума они тут тусят ничего вкусного они есть в о какой-то короче поехали так что тут в кодексе еще блин надо чекать теперь каждый этот медицинский ингалятор то есть медицинский яшу вылечить но это я знаю что-то в дневнике пошли к к верстаку животные получать дополнительный рота урон от плазменных атак а автоматоны получает дополнительный урон от энергетического оружия вот к 7 серии стал понимать так нигде верстак блин а вот то дальше надо пройти интересный у него цвет глаз я сюда по пути загляну я просто не уверен если ты был из города или если ты был один из нас что-то у меня что-то вы видите факт в том что я был, ну, львом всем здесь Кэмп считает, что я механический гениус, но я не смогу решить Учиться никогда не поздно, могу дать тебе пару советов Хорошее похвальное желание Если ты что-то не умеешь и хочешь учиться, это всегда хорошо А, ну вот, собственно, этот квест Отлично так, я два нашел, а их три должно быть Субтитры сделал 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 Третий Третий В общем, третий том надо найти Отлично, давайте сразу это сделаем Так, дневник, побочное задание Напуганный инженер Где третий том Где третий том должен быть? Вот здесь Ну да Я его пропустил тогда Найдем третий том, отдадим потом в викарию и можем сваливать отсюда В общем-то По-моему, мы эту территорию всю зачистили Странно, в комьюнити-центре я же был и как я не нашел Ну там довольно большое помещение, наверное, пропустил все-таки где-то лут Ага, наверху Где лестница? Хм Странно Да, и тут Не облутано ничего Что это я? А тут полутано Так, я решил, видимо, что тут я все собрал Значит тут уже ничего не будет Так, легкие боеприпасы Не будем прыгать, ножку сломаю А, подожди, а можно сразу из здания? Быстрый Ага, нельзя Сначала выйти, видите? Ну и мне пишут в комментариях, что надо с напарниками, они там и задания и помогают тебе характеристиками Какие хрена ребята? Соло Анархист-индивидуалист Не хочу, просто не хочу Вот не лежит душа Вот как вы, как вы можете меня заставить играть так, как мне не нравится? Я у меня свой путь Свой путь Вы можете с этими напарниками Да, какой-то пласт игры я пропускаю, я согласен То есть их там разговоры, там перепалки могут быть Их квесты, как минимум Но Что? Нет Какая удача в найти один из этих мануалов? Не смешно Верно? Ну Посмотрите На это Ставить компьютерную машину из спектром-потатейтов Я просто счастлив, что все эти годы Это Совершенно Все три части Я буду быть лучшим инженером, который Халсиону никогда не видел Отлично Отлично Электро Так, я собственно сюда, к этому, к верстаку шел Так, что мы улучшим? Во-первых, плазменную винтовку Какие модификации? Типу, урон она электрически меняет? Нет, нафиг надо А вот гироприцел Так, в чем рано? Тут рассеивание оружия дальнего боя меньше, а тут Дальность Тут мне лучше дальность я хочу поставить Так, это мы улучшили Здесь все улучшено По максимуму Это я улучшать не хочу Так, что с броней? В броню еще что-то одно мы... О! В гаджет Электролизатор поверхности Модификация оглушает врагов, нападающих на вас в ближнем бою И наносит им урон, отлично Ставим Все, у меня уже полностью броня Со всеми улучшалками Так, поехали викарию отдадим Его книжечку И можно валить Корабль можно запускать будет И улетать отсюда Несете слишком много вещей, складываете лишнее в контейнере на своем корабле Угу Ну, у меня не было, как бы, ощущения, что, типа, мне надо... А, стойте, я хотел еще по кладбищу потусить Давайте сначала на кладбище сходим Какая себе свинина какая Немного странно выглядит Так, я вот тут хотел посмотреть вообще Может, тут что выкопать можно Стоимость жизни 8 112 битов Элмер Томпсон У меня есть была котелопата, но я так понимаю, что... Видите, могила защищена Клетками А вот это что такое? Так, все светящиеся А в склеп можно попасть? Нет? Никакого лута Удивлен, что на кладбище нет никакого лута Я даже сказал, возмущен Это что такое? Какой-то спутник валяется Ну, блин Ничего интересного Ой Какая прыгнуть хотел Тут я вроде все обсматривал Лутал, туда и вниз тоже спускался Так, вот тут наверх Я не ходил А, запечатано, понял Ладно Все, ничего интересного дальше Эх Так, отдаем книгу еще Викарию Модификация оружия ближнего боя Поднимает его скорость Меняет тип наносимого урона И могут сделать оружие прочнее Ну, у меня для разных этих есть разный тип урона, в общем-то Так, давайте уберем оружие Мне нравится, как я в первый раз церковь пропустил, когда я тут ходил Самое огромное здание, наверное Так, да Какая-то прогресса на эту тему, которую мы поговорили Бедняга Мне кажется, что слишком бурно реагируешь О? О? Реактивно? Вы знаете, сколько лет я проведу в... Нет. Вы не могли бы знать, вы? Я проведу свою жизнь искать ключи для уничтожения секретов универсальной эквазии, которая поднимает план. Я надеялся, что этот книг держит некоторые ответы. Я стал так беспокоен, что я даже получил себя в этом плаге-риденном воде чтобы найти такое. Да, обидно. Но ничего, можно французский выучить. Так, есть миссионерская работа. Я думал, что все... Возможно, это свое родное космическое воздаяние. Да, ты прав. Такие работники этой эквазии. И только у меня есть хубрис. Я, конечно, никогда не планировал для этой контактности. Но это не здесь, а здесь. Что мне нужно сделать сейчас это найти транслятор, очевидно. Но для этого, я сначала нужно сохранить транспорт. Ты у нас корабль. Может быть, я могу сделать себя пользуясь вашей команды. в команду взять. Что я за это получу? Ну, короче, он не так похож на мои характеристики. Ты, вообще, настоящий викарий? Конечно. Я викарь, который дедикателен к его колонии. Больше дедикателен, чем любого другого, который вы найдете в этой колонии. Я присоединился в ОСИ, чтобы помогать обеспечить огромный план. Но, вместо, я закончил викарь в письме благодаря и политике. Я пришел сюда. Счастлив? По-моему, ты все не все рассказала о книге, что с ней за история. с одним из оригинаций философистского школы думания. Хотя, это было больше лет, до того, что это было превращено в этот вероятный систем. Философизм – falsa religione, которая находится в противоположении почти все, что мы знаем, чтобы быть верным. Они верят, что все это каос, в контрасте с ОСИ, вероятностью в плане. Но большинство было позже. Бокону имел интересные теории о понимании о реализации, которые я думал, может быть применены в наших попытках решения решения. Ладно, давайте, нет, спасибо. Поехали отсюда. А, тут, по-моему, я смогу, наверное, путешествовать сразу. Ага. О, почему геотермальная, блин? Основные наши дела тут завершены. Что будет дальше, интересно? Три типа брони существуют. Все, валим. полетели отсюда. Так, взлетаем. У нас есть собственный корабль. После каждых 20 очков навыки открывается новый бонус или улучшение этого навыка. В описаниях навыков все рассказано подробно. Мы получили сообщение от Dr. Фидеус Wells. А-а-а! А-а-а! There you are! Hail and hearty! And captain of your own ship! I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any, uh, unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing. I assure you. Oh, that, yes, that's probably permanent. I wouldn't worry about it, though. I'm sure you're fine. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies and basic necessities. We are dying. The chairman, the minister and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, uh, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Culkelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Or without a skip drive? Good luck. You'll be dead before you make it to the nearest star. Aww. Look, I admire your optimism. But the sad truth is that you're stuck here. You, me and the rest of this colony. We're all skating precariously around the edge of oblivion together. None of us are leaving Halcyon alive, so we may as well make it a better place. And we can start by reviving the hope. The captain doesn't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, you know, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, miss Gladys Culkelly. Gladys and I have been doing business for years. Her smuggling credentials are unimpeachable. If anyone can get you a key to Monarch, it's her. Okay. Okay. I'm not going to be able to return to Stellar Bay. In theory, I suppose you could land your ship in Cascadia. And in theory, I suppose you might survive the experience. Cascadia is utterly seething with dangerous, highly aggressive creatures, more than capable of tearing you from limb from limb. You'd have to be a lunatic to land in Cascadia. And I'm reasonably certain, I tested your brain for incipient signs of insanity. Trust me. Talk to Gladys Culkelly. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. You're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting edge technology years ahead of its time. I call it the holographic shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. I don't know. I'll contact you once you found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power. But it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. I think in the end of the game we need to choose from either Finneas or Wells, or... If you are ready to decide, you'll have to decide on your navigation terminal. So, let's take a look. ... First of all, let's take a look on the the buildings. Красота. So, navigation terminal. Okay, what navigation terminal? There we go. It's like, where to go. Yes, look, there are a lot of doing your laboratory at Finneas. The first part is Terro-2. I'll have to ask him. After the series, I picture Phethes, Tifon. Scillll… One of the 최대 of the most major asteroid on the orbite. Алкиона. Крупнейшая астероида в скоплении Харибды. То есть я могу и туда еще. Тартар закрыт. Эридан. Газовый гигант. Монарх. Терра-2. Ну пока я сейчас вас приветствует карта системы. Здесь вы можете видеть все планеты системы, а также важные места, которые сумели обнаружить. Вы можете отправить свои корабли в любое уже открытое место, но для посадки некоторых точек потребуются коды или ключи. Межпланетные путешествия считаются предельно опасными, поэтому мы рекомендуем сотрудникам оставаться дома, а еще лучше на работе. О да. Так. Давайте смотреть, где у нас вообще каюта капитана. Так, это видимо выход наружу. Сейчас хочу... Я, кстати, попробую выйти наружу при летающем корабле. Так, верстак. Ну, тут у нас нечего, да, пока использовать. Мне надо еще найти этот плащ. Ничего нету. Интересно, каюта капитана, видимо, где-то наверху. Ставьте себя в доме, капитан. Ага. Так, сабли часового. Коллографический плащ. Создает для вас и напарников завесу, которая позволяет попасть в закрытые зоны, если у вас есть картридж с соответствующим удостоверением. Закрытые зоны доступны только для местных сотрудников, остальных разрешено убивать на месте. Ух ты, сразу 16 тысяч дали. То есть, видимо, уровень. Ну да, восьмой уровень. Так, качаем навыки. О, почему снижено? Видите, красное. То есть, из-за чего-то снижено... Взлом автоматонов на шестидесятке, оказывается, будет. Вот оно где. Ага. Ага. Двери и контейнеры, требовавшие одну магничку, теперь открываются без нее. Угу. Так, ну я не знаю. Надо подумать, что прокачивать. Мне вот интересно, за счет чего... А, постоянная... А, постоянная травма. Я же выбрал постоянную травму. Вот оно что. Вот оно что, Михалыч. Так, ну надо тогда на восемь дальний бой прокачивать, получается. Как минимум. Чтобы любитель здесь был. И давайте дальше на два незаметность. Вот так сделаем. Так, теперь способности. Второй уровень. Давайте здесь что есть. 65% штраф к точности в движении. Нет, я не собираюсь в движении стрелять. ТЗВ. 25% ТЗВ становится при убийстве. Какой ТЗВ? Тактическое замедление времени. Да. Вот это, кстати, надо подумать. 50% урона научного оружия. Возможно. Скорость движения во время... Мне двигаться неохота во время. 20% бонус к урону от попадания в голову или слабо тоже можно взять. Дальность подсветки взаимодействия плюс 5 метров. Закупочная цена торговцев не хочу. Навыки общения. 10. Если в вашем отряде нет напарников. Ну, я бы это, наверное, взял. 50% вес расходуемого предмета снижается. 15% недель здоровья ставится при убийстве. Это для напарника. Это для напарника. Это для напарника. Давайте вот это возьмем. 10 навыки общения увеличим. Ну-ка. Да, видите, вот убеждение уже 60-очка у меня. Хотя странно, почему тогда знаток. Да, скорректированное значение навыка 60. Но все равно знаток написано, что не взятый. Типа знаток у меня должен быть. Ну, ладно. Так что в дневнике у нас. Карта системы. Добыча, оружие и броня. Навыки, репутация, бой. А вот незаметность. Графический плащ сейчас... Да, это я уже читал. Так, может это в снаряжении надо как-то одеть на себя, его нет? Нет, похоже, нет. 22 броня, 13. Конечно, хочется уже на эту броню заменить, потому что... Ну, тут просто вскрытие замков и взлом увеличен. Так, что тут в терминал? Сообщение для Алекса Хоттерна. Посмотреть непрочитанные сообщения. Я отправил тебе копию моего любимого сериала Космические приключения Стальной Черной Дыры. Про одного хорошенького космического пирата с остальным сердцем. Коллеги, я сериал не одобрила. Так, понятно. Я лично, собственными глазами, видел в лаборатории Уэллса просто невозможно мощное оружие. Она там валяется без всякого дела. Это уменьшающий луч, но отказался давать мне его в руки. Ладно. Я в последний раз ужрался, то есть культурно выпил. Послушал разговор двух морпехов. Они обсуждали сумасшедшего ученого, которого встретили несколько лет назад. Тут у нас очень важное открытие. Импульсный молок. По-моему, я уже видел. Так, черный рынок. Кровь все архитектор побрал. Валяется никому не нужный. Так, все. Тут больше ничего интересного, похоже. Найти научное... Ты, слушайте, я новый квест какой-то получил. Оружие бездны. Знаю еще одного ученого сперва в проходце, который ходил с тем, что если это какое-то мощное оружие. В орбитальной лаборатории Финиаса можно найти мощное оружие. Понял. Видите, как важно записи читать. Так, ну тут я все прочитал. Вот у нас ящик, куда я могу все складывать. Правда, я не знаю, что туда складывать по-хорошему. Кроватка. Не хочу я спать. Так, пошли дальше смотреть, что у нас тут на корабле еще есть. Тут еще третий этаж. Это что? Автомат, он, который со мной разговаривать не хочет, представляете? Так, забираем припасы. Тут что? Я так думаю, что это все комнаты для напарников. Если бы они у меня были, они бы здесь тусили. Кстати, может мне их все-таки собирать? Пускай они тут сидят. В этих комнатах. Будем коллекционировать всех напарников. Которые возможны. Комната отдыха экипажа. Феде я не хочу. Пиле Комната. Пиле Комната. Так, давайте попробуем выйти в открытый космос. Сейчас я сохранюсь. Просто интересно. Опа. Я типа на Эйдж-Вотере обратно оказался. Ну... Я думал, он меня в космос выбросит. Ну, ладно. Эх, не смог убиться. Кстати, а тут я лутал. Видите, тут заперто. Да, ну тут... Тут все воровство будет. Зато... Вскрытие замков качнули. Ну, не вскрытие, в смысле, получили опыт. Засладно. Короче, ничего интересного. Полетели в следующую локацию. Не дают самоубиться, выйдя в открытый космос. Что за... Плохая игра. Минус. Пометимся. Минус. Фактическое замедление времени расходуется крайне медленно, когда вы не стреляете. Потратьте пару минут, чтобы изучить врага. То есть я могу в замедлении смотреть. Так, в общем, мы летим на первый проходец пока, да? То есть это корабль на системе какой-то. Ну, кстати, на орбите висит какая-то космическая станция прям. Ну, знаете, какая у него броня, какой запас здоровья. Так, наверное, стоит убрать оружие. Просто проверяем твои корабли, стандартная процедура. Понятно, с этой... Кстати, уклонение нифига не использую. Это не то, что происходит. Это не только одна из моих работников. Да, с тассболлой, я слышала тебя за первую очередь. Нет ни свидетелей. Нет ни свидетелей? Он даже не засталет. Джеккасс был виноват. Так, давайте с Феликсом поговорим. Я заметил, что ввязался с кем-то в конфликт. Говорят, ты уложил кого-то тассбольной клюшкой. Что за рейнджеры явятся? И тогда ты разрешил ваше разногласие как взрослый человек. Уже придумал, что будешь делать дальше? Я так понимаю, что это еще очередной напарник. Ну что, начинаем тогда коллекционировать этих? Именно так, я капитан безнадежный. Коропишься куда-то? Ладно, пока не напарник. Все воровать придется. Так, грузчик. Надо, наверное, сразу обсматривать территорию, чтобы потом не удивляться каким-то вещам, которые пропустил. Так, это все воровство. Огромный корабль. Там дальше это уже другие доки, да? Тоже какие-то корабли стоят. Ладно, пошли дальше. Че-то тут немного работающих, прямо скажем, в основном. Все стены подпираются, стоят. Ну че, у меня постоянно оружие достает. Зачем я сюда залез? Разыскивается живым или мертвым капитан Гуннер МакКретт. На несколько эпизодов публичного пьянства, уничтожения собственности, неоплаты в стыковочном сборе и сопротивление аресту. Скажите с коменданом Санит, если у вас есть информация о местонахождении. На многочисленные преступления и нарушения законов коллегии, включая, но не ограничиваясь, бунт, подделка, заговор, заговор, с целью заговора. Лиценская практика без лицензии, уничтожение собственности коллегии, разыскивается Финиас Уэллс. Так, это всякие плакаты. И опять Финиас Уэллс, так, понял. Финиас Уэллс у нас разыскивается. Финиас Уэллс. Финиас Уэллс, пожалуйста. ну блин как же ты слайд обвод у дам бедфорд а борт репрезентатива пиран грамм рейкер зла пасы злок и талан на старый волну променад шанс лакоба сентим комод кем мессор а почему сдержали мы корроза информация из оба мой пей great and i've turned down 3 промоушен салат стейсдовый ай шинби мечринь it but what the hell this year and family you ship doesn't happen much the board knows we don't take kindly to their интерферинг in our operations if i had to take a guess as to why you must around up someone important отлично пойду поговорю с ним и пристыше ситуацию any complaints from me ой и в передатной выводе манды и февр Её груз? Ясно. Очень много. Есть еще что-то, что я могу тебе помогать? Может. Многие из-за транспортного транспортного системы через Грандбрейк. Каждый пару месяцев мы даже получим большой фрейдер. Два больших операций – это бюджет, то есть Халсион Холдинг и Саблайт. Но есть индепендентные операции вокруг променадной деки. Многие из-за этих работ будут тебя из-за станции. Колонана и Санита может быть несколько людей, которые она нужна умерла. Хорошие люди, я имею в виду. Не, не обычные люди. Она будет на секретаре у меня. Чиффа Джун Лэ может быть, что Аэрона нужна. Она все связана, пытаясь решить нашу холодную проблему. Вы найдете ее в инженерии. Если вы думаете, чтобы здесь сделать карьеру, не забывайте времени. Постоянная занятость передается по наследству. Нормально. Как работает Аэрона Холдингс, кстати. Я здесь недавно. Я хочу посмотреть, как вы это видите. Вновь на Земле, перед кроссингом, силы, которые были проданы в стеклянных системах, которые думали, имели бы потенциал. Многие компании решили добавить их вместе и построить Аэрона Холдингс. Потом купить правила к этой колонии. Эта группа, что мы сейчас называем «Борда». Аэрона Холдингс. «Грендбрейкер» — единственный реальный, индепендентный порт. Кроме того, у нас есть только «Трамп-фрейдер» и «Вайлдкат-майнер». Мне кажется, что каждый год офисы оборудования становятся крупнее, и их корабли берут больше на базу. Я не видел почти так много «Трамп-круз» в этом году. «Трамп-фрейдер» — это один из основных колоний, которые пришли на кроссинге. Некоторые лет назад ее братья «Трамп-фрейдер» — «Трамп-фрейдер» — «Трамп-фрейдер». Когда все остались оборудованы и пересекли на землю, основная команда «Трамп-фрейдер» решила, что они лучше любили этот «Трамп-фрейдер». Я думаю, что это начало нашего индепендентного духа. А теперь, здесь мы. «Трамп-фрейдер» — сидя вокруг, пить виски и пить в цигарах. Да, наверное. Я не могу сказать, что это, конечно. Я не могу, что я увидел в это виски. Я снял. Что скажете про субсвет утиль? Они выстрелили из корабля дереликтов и оборудованы. Есть некоторые, которые говорят, что они делают дереликтов и вынуждены людей, чтобы оборудоваться их стадо. Некоторые летают мне крики. Я знал людей, которые пришли работать за них и просто... ...взорили. Они на променаде, продавлены женщиной, называемой Лилия Хеган. Я только скажу вам, чтобы вы понимали, чтобы их избежать. Редактор субсветов? Не реально. Но есть некоторые, которые могут идти, где они будут. Они не ровные, но они не способны выглядеть слишком близко на вашу историю. Хорошо. Хорошо. Ты понимаешь, да? Что я могу сказать? Мы уважаемые люди, и оборудование не может обеспечить этого индивидуального духа. Особенно не, когда он может влиять на их основу. Все их институтные вооружения приходят через нас. И мы скинем несколько кусочек от того, и оборудование производства с каждым. Люди вокруг здесь блестят, что оборудование любит нашу свободу. Но, в самом деле, они знают, что мы можем остановить их отсутствие в любом случае, И это их ужасает. Тем не менее, вы не можете починить собственную станцию, а могли бы заставить коллегию сделать это. Ты понимаешь, огонь? Конечно, мы можем сделать их решение. Но что они бы сделали? Они получили автокрузеры, автокрузеры, и несколько операций на их пальцах. Если мы их толкнули, может быть, мы решили, что мы лучше в 10 триллионов маленьких кусочек. Или они собрали один новый грандбрейкер и сделали нас из бизнеса. Да, возможно. Так, давайте про Удом и Бетфорда спросим. Понимаете, он не любит грандбрейкер. Не, что он бы быть грандбрейкер. Как бы ты перевела грандбрейкер? Здесь перевели это первопроходец. Грандбрейкер. Знаешь, такой, который скорее спрыгивает на землю. Такой, грандбрейкер, мне кажется. Нет? Грандбрейкер. Ладно. Спасибо за информацию. Хочу выпить. Это, я думаю, я сам найду. И проглотить, я не буду спрашивать. Так, не будем открывать, что мы кого-то ищем. Так, у нас квесты на данный момент. Оружие бездны на страже здоровья это местному врачу. А, Катя, вот надо сначала это сделать. На безнадежном нашелся нерабочий. Ага. Так, на страже здоровья. То есть, она тут где-то сразу за за таможней, поэтому сначала это исполнит. Так, верстак нашли. Морпех стоит. Морпех стоит. В посторонних закрытых тонах стреляют без упреждения. Я понял. Так, извините. Сюда нельзя заходить. Нет, серьезно. Есть много статиков в первую очередь, но тогда эта голоса. Его имя был Грамм? Грамм, правильно. Родкан, не может что-то... Вау. 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 Это красиво. Это красиво! блин тут конечно куча территории огромный корабль срочный выпуск посещение монарха запрещено ради вашего же блага как жизненно перво проходится не пропускать все коллеги стриг 7 за модерн грэнмадрэху рот дэс шипа на кроссе резина бордзем бассейн за горфайд шубокс валджин лей теннисен ливзин бриз грамм брейка раме инс фри Вы работаете с торговцами на променаде? Я пытаюсь осторожить этого скрипного парня в муни-маске. Если есть стоимость, чтобы быть компанией, то он зарплатил его. Посмик, что за посмик? О, Гледис. А вот и Гледис. Меня присылал Финиас, сказал, что у вас можно купить новиключ Stellar Bay. Да, да. Давай, предложи лучше интересный вариант. О, я здесь, может быть, за 10 тысяч битов купить? А можно мне скидку? Ну, блин. Ладно, давайте интересный вариант. Ничего не смущает, хочу услышать подробности. Почему Роузвей забросили? Может, сообщение отправлено автоматически? Если это корпоративный город, в котором что-то скрывают, то зачем же подавать сигнал бедствия? Может быть, что-то, что они скрывают, пошли к черту. И теперь они нужны несколько спарных рук, чтобы чистить бедствия. Если вы должны найти секрет, который стоит продавать, то, может быть, я смогу найти покупателя. Корпоративные Бигвигзи зарплатят топ-битов для внутренней информации о своих компетитерах. Чем больше мы получили, что корпоративы борются друг с другом, тем меньше времени они получили медаль в наших отношениях. Мои губерцы, вы не быстрее на обучение? Я люблю это. Если бы вы найдете себя, отвечая на определенный звонок, и, в таком случае, найдете себя в положении определенных вредных корпоративных секретов, ну, тогда мы должны быть общаться на чате и моих знаменитых кукетов. Ммм, загляну, если вдруг что-то попадется. Какая еще есть работа? Ммм. 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 Что вы хотите? Что вы хотите? Об этом я уже общался. Зачем коллеги отзывает на Виключи? Зачем коллеги? И они расскажут тебе, что это за счет всех монстров на монархе, которые доверны, чтобы тебя укрепить. Потому что это то, что корпоратива им говорит, что ты видишь. Я думаю, что они сделали какие-то плохие ошибки, которые сделают им выглядеть плохими для остальных колоний. И они пытаются искать доказательства. Угу. А что с жарой? А что с жарой? Радиаторы. Но они не были хорошими, а не дэнди за недели. Мисс Джунли должна быть обеспечена, но корпоратива решена, чтобы в свою сторону. Вообще странно, в космосе иметь проблемы с жарой. Как бы, по идее, вы ж находитесь в абсолютном нуле. Нет? Ладно. спасибо за чем она занимается я понимаю постепенно пурпуричный кулак это конфетка за конфетка такая восстановление плюс 200 процентов здоровья ok так значит побочные задания а то есть я выполню это задание он моим напарником может стать совершенные давайте уберем мы здесь готовы продать вам на и ключ либо поработать узнать отправил сигнал бедствия стерры 2 мы же только что прилетели стеры 2 то есть там где-то еще или будет какое-то место закрытая область то еще где-то кодексе а разыскивается ладно эти уже что-то красное вон на мини карте видно еще можно поговорить о космик это общее название этих охранников ладно туалет пойдемте это побочное задание начнем хотя бы выполнять медицинском отсеке торговец просто космоса лёвый у тебя прикид это пообщаемся sorry about the heat chief tannison will get the radiators fixed soon of course this heat sure makes a zero-g brew extra refreshing it's an ale that's good for what else yeah oh and it's not the best choice it's spacer's choice days the freedom a lot of slogans to keep track of работать на просто космос приходилось бывать в животы ряда мое ориентация этого и все до пойма салту на кэнер и мча им все смелсы сгады заблокс ничего не упускаете это помойка Спейсерс Чойс, это просто космос, тоже нуль. Хочу спросить про шляпу. У вас все хорошо? Чувак, конечно, позитивный, да, такой? Вам хоть что-нибудь видно? Как вы чистите зубы? Вы не скучаете по твердой пище. Я его достану сейчас. Спать тоже в ней приходится. Так, просто космос заставляет вас это носить. Добавляем еще 10% к вашей покупке сегодня, и просиды будут донированы к Спейсерсу, нашим премьерным корпоративным обеспечением. В Спейсерс Чойс мы обоим о вашем здоровье и эмоциональном здоровье. Добавляем. Таким образом, мы поставили Мартин через 6 лет в школе только для того, чтобы его носить эту шляпу. Нужна помощь, чтобы выбраться оттуда? Я думаю... Я думаю, что это часть меня сейчас. Сейчас. Ты готова сделать Спейсерс Чойс Лунар Грин, Мунмелт, лозенжи отдельно от вас? Лунар Грин. В будущем эксперимент. Я... Я, ээ... Ты знаешь... Девочки... Это шла. Это моя работа. Это может не быть невероятным для мира, капитаном, но они все, которые я имею в виду. Если есть самостоятельные полюбия, то мы должны все живем в них. Моя не может быть лучше, чем самостоятельный Теперь, если мы закончили с чит-чатом, я надеюсь, что вы не понимаете, если я сделаю самое важное для этого короткого жизни и пытаюсь быть лучшим человеком, которым я могу быть. Все нормально. Я должен быть сильнее, чем это. Спасибо за просмотр. Пошла реклама. Ну, мы пытались ему помочь, но он не хочет расставаться с этой шляпой. Типроцентная скидка. Так, хочу глянуть, какая у нас репутация вообще в космосе уважительная, слегка отрицательная за счет того, что отключили от электричества. Но везде уважительная. Лего иконоборцы, субсветутиль, первопроходец и монарх Stellar Industries. Ладно. На этом я все-таки пока закончу эту серию. Спасибо, что смотрите. Буду продолжать. Видим продолжение завтра, а спонсоры, возможно, уже могут посмотреть серию. Для них я выпускаю их быстрее. По вкладке сообщества можете глянуть. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Нарез кр if и ты поднимай, и шуткаи внут mina streams, как гласть на нашем канале. Играйте. Играйте. Продолжение следует...